ребята всем привет начала нового рейса давно уже его не было соскучился по машине соскучился по youtube чеку новых видео нету тем не менее видите меня куча вещей показывал я вам и поэтому камера камера про камеру я вам позже расскажу сейчас уже ночь я на заправке в челябинске загружен груженный это домашний переезд полная машина у нас еду я получается с челябинска город геленджик это у нас юг россии поэтому побываю снова на юге вам все покажу и будем двигаться дальше так что смотрите не пропускайте начала нового ролика надеюсь вам все будет надеюсь вам все понравится как обычно погнали спускаюсь ребята носим разогнался тут немножечко блин пусть тут такой специфический все этот зигзаг блин поэтому на на ухо держать во строй ребят немного зазевался все беда на улице 30 33 давит жесткий холод чуть-чуть раз съехал по левую сторону у нас тот самый сим город мы едем прямо вот дорога у нас будет снижаться и снижаться поэтому будем ехать потихонечку спуск у нас тут такой хорошенький поэтому она разгоняется очень быстро буквально то я спускаюсь 50 в час наверно ну тут она еще подубитая раньше асфальт был хороший сейчас он уже подубился поэтому так хочу доехать я почти до уфы это у нас получается получается аша вот она кстати должна быть следующая после сима и поэтому там наверно лягу спать время три часа доходит но я хотел в три уже лежать спать ребята всем привет снова привет а я нахожусь уже город за городом аша это по трассе м5 урал перед уфой грубо говоря мне 90 километров до уфы еду я в геленджик как я и говорил это у нас еду я в геленджик как я и говорил это у нас юг россии вот везу домашний переезд домашние вещи люди там переезжали грузили меня два дня загрузили так что должно быть все прекрасно и чудесно поэтому вроде пока все нормально проснулся вчера до куда доехало до куда доехал про налил чайок сейчас попью чайок эти немного снежком припорошила ночью шоу выехал я вечером все где-то в девять наверно ночь уехал было 30 33 температура доходила сегодня напоминаю нас январь уже 14 старый новый год прошел так что снова поедем долгожданная ребят уфа проезжаю скользко правда видите дорожка скользкая еще и аварийки стоят сужение в общем ухо на востро как говорится чтобы не окараться надеюсь сегодня дамбу пройду дамбу жигулевск я пройду ну а там отдыхать высыпаться и ехать дальше ой до геленджика у меня две тысячи сто девяносто один километр остаток поэтому ехать мне еще по сути трое три дня ну как на самом деле будет не знаю если будет вот так вот скользко то быстро точно не поеду поэтому за бортом 18 градусов как видите я тут сижу в футболочке но все равно да есть чуток прохлады от стекла колит почему-то вот не знаю как так это все сделано хотя печь греет да ноги в тепле вверх в тепле а вот рука немножечко охлаждается но тем не менее не критично не критично поэтому едем дальше следующая у меня остановка кафе нахожусь ребята я еще в башкирии кафе рейса или рейса в общем такое кафе кормят так себе покушал сейчас тут у них газончик и самолет взял не замерзайку вот ориентир самолет ман видите красавчик только не замерзайка кончилась вот самолетик такой вот сейчас заправляюсь вот на той заправке этот нефтепродукт здорово сейчас хотел заправиться вот коллега подошел прикурю сейчас его по-быстренькому ну и поеду заправлюсь и поеду дальше сегодня мне надо ночью пройти дамбу в жигулевск прикуриваем мерседеса ребят новгородского новгородского долгожданная республика татарстан ребята долгожданная она тем что время уже 3 часа а я еще ехал по татарии по башкирии вот там татарстан сейчас вот бавлы заправлю наверно до полного бака солярку и буду куда дальше спокойненько двигаться запустили мерседеса еду по дамбе это у нас в жигулевск дамба тольятти проехал и в общем как оказывается ее уже сделали и открыли для грузовых и открыли еще видимо осенью как то так потому что я время сейчас у нас местного сколько час пол восьмого местного и я спокойно еду по дамбе ребята так что всем информация если кто не знает то дамба сейчас открыта и днем и ночью для грузовых поэтому ехайте смело мне сейчас остается найти магазин затариться продуктами так как ничего я не затаривал из продуктов вот потом ехать проехать может быть не знаю до Сызрани или как так и там дальше уже наверное искать стояночку софт 10 да это даже не до Сызрани я даже наверное раньше где-то найду стоянку ну я уже буду наверное собираться баеньки как-то так ребят фары помыть надо зеркала надо помыть все грязное две минуты по гоупро в таком режиме ожидания долго гоупро ребята это камера короче она на самом деле такая хитрая жопая вот и мне так ее не смогли починить даже не нашли причину вот а она не заряжалась в общем у кого есть камеры не заряжайте китайскими зарядниками вот вам мой совет а то иначе попадете на ремонт или вот как я купил просто зарядное устройство для аккумулятора то бишь вот поэтому как бы вышел из положения хотя заплатил за диагностику 590 рублей а зарядную купил за 300 короче вот такая ерунда ну не знаю насколько мне хватит этого зарядного вот чтоб это все так работало как раньше похоже скоро придется наверно менять камеру ну посмотрим извиняюсь за телефонный вот этот ролик вот даже не ожидал что он такой выйдет он без компьютерной обработки без всего поэтому такой вот он печальный получился так что за качество извиняйте ребят я даже не думал что так получится ну а я сейчас уже проезжаю 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 или въезжаю въезжаю я в эту только дамбу вот она дамба ремонтировали похоже так да похоже здесь все ремонтировали тем не менее вот она сама дамба о какая крутая светится даже раньше по-моему так и светилась в общем смотрите дальше как я поеду так ну вот и все ребят прибарковался я на стояночке стояночка это у нас так отсюда вот не знаю видно не видно не видно будет стояночка у нас возле мотеля ой чё я говорю вообще стоянка у нас за сызранью на саратов вот я ушел на саратов она за сызранью пакеты мои я тут как этот взял себе ведро яблок кучу короче всяких там яйца взял не знаю пробитые не побитые я все буду прибирать рис молоко короче да чё это сколько нет кампунь взял кофе взял много кофе буду видимо пить в общем сейчас все распакую пойду пообедаю ой пообеду сейчас все распакую пойду поужинаю ну и наверное уже пора спать будет потому что я семечки так ел наверное потому что время тоже много хотя местного тут меньше тем не менее надо выспаться завтра с утра доехать хотя бы до Волгограда так днем поснимаю ребят вечером ехал поздно темнеет поэтому снимать уже нету смысла вообще так всем до завтра и вы не не я не 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 Продолжение следует...